Сейчас вот ходил в магазин. Выгребал остатки. Вот такие вот у нас магазины. Подвоза нового нет. Непонятно когда будет. Поэтому, может быть, скоро будет гуманитарная катастрофа. Магазины пустые, огромные очереди. Вот это сейчас творится в городе. Десятый день войны. Все люди пытаются что-то последнее в магазинах взять. Спасибо огромное российским оккупантам. За то, что принесли российский мир. В Башкировке ужас творится. Живого места нету там. Там месиво. Я иду. Я иду. только обновили мост только сделали это последствия ночного удара в пол третьего где-то был налет и взрыв да кошмар вот так новый мост в прошлом году только сделали да ужас какой ужас это видать попали в болото сюда все болото подняла но там вроде чистый только снесло ограждение да ребята это снимаю я это в моем городе в моей стране такое происходит это не фейк а это уже последствия обстрела харькова вот тебе центр харькова развивали дом наши гор кафе разъебали в котором мы завтракаем видите зло раненые пидоры блять русским миром захотелось я не буду показывать все чудовищные кадры последствия последствия этого обстрела поверьте там там ужас там ужас разорванные тела обгорелые останки конечно хотелось бы чтобы вы на это посмотрели и поняли что такое война но этих кадров тоже достаточно чтобы понять что такое из себя представляет русский мир и что он приносит на землю украины вот крылатая ракета разносит самую большую площадь европы вместе с облсполкомом что тут находится из военного чистая площадь мирный облсполком никаких военных одни мирные жители проезжающие машины все уничтожено а это уже возле оперного театра самый центр города зеркальная струя достопримечательность харькова университет каразина его блок вот пожалуйста посмотрите что от него осталось научное здание где учатся студенты люди откройте глаза хоть на минуту попробуйте воспринимать информацию то что вам дают отсюда это не мир это не освобождение это самая настоящая война это нападение на мирные города убийство людей в харькове за эти дни умерло уже сто восемьдесят восемь человек из них 11 детей в чем они виноваты я русскоязычный украинец у меня никогда не было проблем какого-то националистического характера мне никогда не преследовали за русский язык никогда не видел никаких мифических нацистов выкиньте этот бред из головы пожалуйста прислушайтесь ко мне